В Чуприяновке в знаменитом котловане, излюбленном месте старта легкоатлетов, проверялся фундамент физической готовности лыжников Верхневолжья. В традиционном чемпионате области по специальной лыжной подготовке состязались более 130 спортсменов, представлявших 15 муниципальных образований. В программу соревнований входит первый день бег с имитацией на подъемах, с оценкой в баллах, за пятибальная система. Участники, получившие оценку 4 и, допустим, 3, им дается штрафное время. Участники, которые бегут, имитацию не умеют делать, а бегом подъем преодолевают, им результата не дается. Во второй день проводится кросс. Дистанции для каждой группы свои. Младшие бегут 3 километра, старшие бегут 5 километров, и взрослые мужчины бегут 10 километров. Кросс проводится по системе Гундерсона, то есть с гандикапом. Значит, участник, занявший в первый день первое место, стартует первым, и остальные все по мере отставания первого дня. Вот. Это интересная, в общем-то, система. И определение победителя проводится уже по второму, по результату второго дня. Каким на финиш прибежал, это его место. Все лучшие лыжницы региона были в сборе, а мужская компания не досчитала сильнейшего Алексея Соловьева из Таршка. В его отсутствии победителем соревнований среди мужчин стал Дмитрий Тихончук из Твери. Надо сказать, что почти во всех возрастных группах первенствовали тверичане. Только у юношей 1996-1997 годов рождения на высшую ступень педестала поднялся Максим Крон из Торопца. У слабой половины сильнейшими оказались признанные лидеры. Так, среди девушек 1994-1995 годов рождения уверенную победу одержала Наталья Непряева. Это соревнования, участие как контрольный старт, просто проверка сил перед вкаткой. И первое место, как оцениваете собственную готовность к лыжному сезону? Я думаю, неплохо. Все время побеждаетесь на таких соревнованиях. Есть какой-то стимул участвовать в них? Ну, эти соревнования как подготовка к всероссийской гонке. План на сезон, в первую очередь, это браться на Олимпийские игры юношеские и неплохо показать себя на России. Известен календарь, где будете выступать? В Сыктывкаре, в Новоуральске и опять в Сыктывкаре. Среди женщин наилучшую подготовку, как обычно, продемонстрировали Анна Грахова и Татьяна Кузнецова. Первое место для вас привычно уже? Есть какой-то стимул участвовать в таких соревнованиях? Ну, непривычно. Всегда есть конкуренция. Вот. Ну, так все. Какие планы на сезон у вас? Да, участие в чемпионатах России, как можно успешнее выступать, по возможности занять призовые места. Итак, чемпионат прошел. Наставники могут делать выводы, а спортсмены готовить лыжи уже осенью. Тренерский совет проводит просмотр кандидатов в сборную команду области. И после специальной подготовки этих соревнований окончательно формируется сборная области для участия уже в зимнем сезоне. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ